приветствую всех на своем канале в этом видео я буду делать корону из проволоки и бисер и бусин бисер и бусин у меня остались из прошлых моих поделок украшения которые делала своими руками и вот из остатков я решила сделать корону взяла я бусины белый бисер белый и красный бисер все это смешаю и будет она у меня в таких цветах для этого мне еще понадобится проволока разной длиной у меня проволока только 0 3 миллиметра диаметра поэтому для основы я взяла две проволоки по 20 сантиметров так вот пока я слегонца их перекручу между собой это для основы нашей короны чтобы она была более прочнее а вторую проволоку я взяла уже длиной примерно метр сейчас я на основу в первую очередь насажу бусины так что мне нужно сделать на данном этапе я беру эти две короткие проволоки и вот эту длинную так вот скручу между собой так теперь беру вот эти две проволоки которые у нас идут на основании короны и на них буду насаживать бусины поочередно красные с белым и также разного размера я думаю что будет так более интереснее смотреться у меня вот есть бусины разных размеров вот такие бусинки это как бисер бусинки купала я их через интернет не помню уже в какой магазине у них тут удобная такая хорошая дырочка и вот вот так вот насаживаю красную я натянула теперь беру маленькую беленькую бусинку надеваю красную надеваю бусинку надеваю беленькую надеваю красная теперь беру беленькую бусинку побольше и и опять красную маленькую беленькую маленькую красную маленькую беленькую маленькую основа у меня готова сделала таких вот 5 бусин больших они по идее должны быть центром наших таких треугольничков вот и примерно где-то будет по 8 бусин в каждом треугольничке зубчики от короны примерно вот так вот теперь где у нас длинная такая проволока из нее мы будем делать верхушки нашей короны я беру линейку так как у меня проволока тут длинная метра может и больше на всякий случай нужно все-таки больше отрезать вот лучше отрезать чем если когда не хватит самой проволоки и так я отмеряю 13 сантиметров вот так вот нам пополам складываю это у нас будет одна верхушка здесь я определюсь серединкой и так у нас на каждую верхушку будет по 13 сантиметров так так теперь я на вот эти вот стеночки верхушки тоже буду бусинки насаживать не на всю вот у меня есть мелкие мелкий бисер и крупный таким образом насаживаю бусинки бисер ну примерно нам для стеночки хватит еще раз измеряю 13 сантиметров вот они отсчитываю чтобы было 8 бусин 1 2 3 4 5 6 7 8 и вот так вот перегибаем еще раз прохожусь это пока оставляем ну можем вот так вот теперь насаживаем на эту сторону тоже примерно столько же вот накидали еще меряю 13 сантиметров все отсчитываю 8 бусин 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 9 10 10 10 10 11 12 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 18 18 16 19 21 22 22 22 22 22 23 23 25 25 25 25 25 будет красиво смотреться так закрепляем нашу проволоку мы ее проденем между бусинками через одну все прошлась закрыт закрепили вот эту проволоку подпустила через бусинку проволоку и таким образом у нас основание стало крепче и лучше держит форму а вот этот кусочек что беру и отрежу сейчас и под самый корешок отрезала все тут подправила и его не видно теперь нам нужно располовинить и найти верхушки вот берем вот так вот по половинке вот такая у нас звезда получилось теперь у меня вот есть бусинки покрупнее их пять штук и эти бусинки будут верхушками у меня есть красная проволока сейчас я буду верхушки делать красной проволокой вот 4 я уже сделала осталось вот 5 и сейчас я покажу как она все в процессе происходит я определяю со серединкой вот так вытягиваю круглозубцами у меня будет серединка немного прижимаю не потерять серединку так затем беру проволоку отрезаю я ее примерно метр метр двадцать где-то так теперь мне нужно сделать вот такую сначала верхушку я беру бусинки до верхушки самую большую бусинку поджемчик и самую маленькую что у меня есть бусинку поджемчик вот я протягиваю сначала большую потом маленькую бусинку примерно где-то 10 сантиметров может меньше 68 оставляю назад я продеваю проволоку в бусинку и затягиваю вот у нас получилась такая петелечка с бусинкой наверху теперь мне нужно закрепить это все дело на серединке и вот этой проволоку что подлиннее я беру и вот так вот хорошенько затягиваю возле основания бусинки когда прокрутила уже там хорошо продвигаюсь чуть чуть ниже где-то намотать нам надо пол сантиметра смотрю на соседние верхушки какие они тут высотой шириной и делаю такую же вот эти проволоки остатки я еще на данном этапе не отрезаю я покажу для чего я оставила за ними также нужно смотреть поправлять чтоб они не мешали вам работать дальше вот этот кусочек тоже немного обмотаю лишнее отрежу теперь чтобы мне было удобно набирать бусинки на проволоку я высыпаю сюда вот так вот в катушечку бисер этого мне бисера будет мало я досыпаю вот такой вот такой вот бордовый темный беленький и отсюда я буду набирать вот у меня бусинки отдельно жемчужные теперь я буду набирать таким образом я выравниваю так вот хорошо кончик и вот таким вот образом я набираю так теперь я хочу чтобы у меня вверху было жемчужинка вот спускаю то что я набрала и таким вот образом раз набрала на проволоку обвела вот эту проволоку и под низ и выкрутила вот так вот вот так же само так же само я обведу эту проволоку возьму отсюда бисеринку и тоже прокручу проволоку и вот прокрутила под низ поддела вот так вот под низ видите теперь я опять насаживаю теперь я опять насаживаю спускаю теперь вот тут я прокручиваю и выхожу под низ смотрю сколько мне нужно взять бисера опять насаживаю так подтягиваю так вот наверх чтобы ряды у нас были крепкие можно еще раз затянуть вверх вот так вот эта проволока не рвется то и можно смело ее подтягивать там все нормально так теперь я хочу взять бусинку побольше насаживаем и дальше продолжаю нанизывать бисер на проволоку из этого ряда я тоже бусинки кверху подтягиваю и под низ так раз так раз все здесь подтянули и набираем на следующий ряд и затягиваем и 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 ну вот уже все пять сторон короны у нас готовы и теперь мы можем сложить корону посмотреть как она будет выглядеть в итоге но так как корона у нас мягкая и стеночки короны тоже мягенькие с помощью оставшейся проволоки которые мы не отрезали мы можем укрепить стенки короны таким образом придать ей форму я нанизила бисер на проволоку которая торчит с одной стороны с одной стеночки короны и буду прикреплять к соседней стеночке короны таким образом придавая форму на видео я показываю как я закрепляю проволоку где я ее вывожу провожу как заполняю пустоты нижних частей стенок нашей короны этой же проволокой тем самым я укрепляю тем самым я укрепляю нашу корону укрепляю стенки придаю форму и наша корона будет держать хорошо очень форму и будет довольно таки крепенькая пустоты ну вот наша корона уже готова осталась одна проволока который я сейчас закреплю и отрежу и покажу вам как я это сделаю такими вот проволоками обходила по окружности нашей короны нанизывала бисер хаотичном порядке и вот тут вот нижней части я нашей короны проходила вот так вот заполняла пустоты которые у нас были тем самым закрепляла стороны укрепляла стеночки и основания таким образом вот у нас получилось между стеночками еще бисер да закрепляла стеночки стороны нашей короны и теперь корона держит отлично форму не распадается за счет того что гибкие тоненькая проволока то наша корона очень гибкая и можно ей придавать любую форму можно ее сделать вот так вот полностью соединить можно выпрямить полностью стороны наши она будет иметь вот такой вот вид прямой можно изогнуть вот так вот в обратную сторону корону с ей можно придавать любую форму какую захотите и закрепить либо на ободочек либо на невидимочку корона на голове так симпатично что он давайте покажу как я закрепляю проволоку вот я допустим завожу за соседние бусинки за соседнего так вот бусинку проволоку цепляю и и вывожу вот и протягиваю и теперь можно проволоку еще так вот подровняю где-то в бусинке и и пустить вышло и затягиваю теперь я хочу ее спустить сюда пониже поправляю чтоб не образовывались петельки вот завела между рядами обхватываю еще раз этот ряд затягиваю и теперь я вот эту проволоку обмотаю за эти бусинки которые у нас создают основание затягиваю опять прокручу смотрим чтоб с лицевой стороны здесь все аккуратно смотрелось заведу проволоку еще за какую-то бусинку смотрим чтобы не образовывались большие петельки с бусины управляем стягиваем вывожу на внутреннюю часть всего и теперь я достаточно ее закрепила и отрезаю округлогубцами я вот этот кончик просто его закручу хорошенько чтоб он нам не мешал чтоб нельзя было его вытащить или как-то ним поранится я закрутила и прижала все наша проволока закреплена ее не видно она нигде не вылезет нам не мешает и в глаза не кидается все теперь наша корона полностью готова вот такая вот красота получилась корону с проволоки 0.3 диаметра реально сделать но работа более кропотливая но эффект превосходный она гибкая замечательная можно придать любую форму и не такая тяжелая как с проволоками которые вот потяжелее или больше диаметра ну работка такая для усидчивых смотрите вот красота получилась я ее еще сфотографирую под разными ракурсами и также выложу в этом видео чтобы лучше было ее рассмотреть то что можно брать любые бусинки если вы хотите попробовать тоже сделать такую корону пожалуйста берите любые бусинки проволока диаметром 0.3 понадобится ее достаточно много у меня была целая катушка такая красных но я ее полностью не использовала вот откуда мне эти бусинки появились это остатки с украшения которые делала своими руками украшение колье воротник из бусин под жемчуг вот оно такое вот красивое я делала сестре даже пару раз кому-то на заказ вот ну у сестрички произошло ЧП и у нее это колье порвалось у них дома есть собачка она как-то там зацепила и порвала получается вот с этой стороны и вот мне сестричка отдала это колье чтобы я его восстановила так сказать реставрировала если вам интересно как делается такое украшение такое колье напишите мне обязательно в комментариях и я тогда сделаю мастер-класс колье очень красиво и очень красиво дорого и богато смотрится вот я покажу как делать такое колье и как в случае необходимости его реставрировать то есть восстановить если порвалась ниточка ниточка тут специальная ювелирная для украшения вот такая вот красота так же на моем канале есть много других интересных видео видео из жизни видео с подделками украшениями картинами и многое многое другое я думаю что многим будет интересно так что подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик нажимайте чтобы не пропустить видео ставьте класс и пишите комментарии вам желаю всего наилучшего добра успеха удачи любви крепкого здоровья до новых встреч пока пока до новых встреч пока пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч